Мы постараемся оперативно и качественно за короткое время обсудить достаточно большое количество вопросов, проблем интересных тематик, которые у нас есть по рынку коллективных инвестиций, часть которых мы оговаривали и проговаривали в течение этого года. Я думаю, часть тема всплыла и сегодня на первых панелях, которые также участники этой сессии захотят озвучить или свою позицию, свое мнение на эту тему тоже приветствуются. Позвольте мне изначально представить участников нашей сессии. Начну с дальнего от меня края. Игорь Кобзарь, управляющий компанией БКС, Алексей Антонюк, Газпромбанк управления активами, Сергей Шумила, Инвест Урал, представитель нашего регионального сообщества, Евгений Зайцев, Сбербанк управления активами, Ирина Кривошеева, Альфа Капитал, Владимир Кириллов, ТКБ Инвестмент Партнерс, и Кирилл Бронин, Банк России, ну и Ганса Екатерина, Науфер. Изначально хотелось бы озвучить некоторые цифры, которые мы как саморегулируем организацию, некоторые тенденции, которые мы видим на рынке коллективных инвестиций в этом году, по итогам 9 месяцев, буквально недавно подвели итоги. Действительно, очень много говорится в течение этого года, что для открытых фондов на рынке этот год удачный в части привлечения, и привлечения бьют все рекорды. По относительным цифрам, СЧА открытых фондов за 9 месяцев увеличилось больше, чем на 100 миллиардов. Это почти 30% от тех активов, которые были под управлением в начале этого года. Во втором квартале был действительно очень большой приток фонда и облигации, но по итогам третьего квартала мы видим, что приток фонда и облигации чуть-чуть снизился, но при этом значительно вырос в относительных показателях приток фонда смешанных инвестиций, фонда акций. И, в принципе, рекорды бьют этого года не только облигационные фонды, но и фонды, где на первую роль выходят акции. Также по итогам третьего квартала мы увидели оттоки в фондах фондов. Может быть, коллеги потом смогут свои идеи на эту тему озвучить. И по рынку действительно общий объем в ПИФах облигаций у нас почти 69,5% по итогам 9 месяцев. Что касается управляющих компаний как институтов, то также с начала года идет тенденция к снижению количества лицензий. На текущий момент у нас аннулировано 24 лицензии. С начала года большинство лицензий аннулировано по заявлению управляющих компаний. Выдано 6 лицензий. Приток участников на рынок также вырос по сравнению с предыдущими годами, что тоже хорошо. Несмотря на все инфраструктурные изменения, операционные изменения на рынке, этот бизнес продолжает быть интересен участникам. Что касается непосредственно фондов, то на текущий момент сформировано 1240 фондов различных категорий. И в этом году у нас помимо классических открытых-закрытых интервальных сформирован первый биржевой фонд. Я думаю, мы о нем тоже как об инструменте, как о новом продукте сегодня поговорим. Это вот там некая затравка тому, что в цифрах происходит на рынке. Но хотелось бы поговорить о том, что не только в цифрах, но и в идеях, в бизнесе, в регулировании происходит на рынке коллективных инвестиций. И в первую очередь, конечно, всем интересно движение регуляторное. Хотел бы попросить Кирилла Пронина рассказать о том, какие тенденции, какие планы, что реализовано. Спасибо. Коллеги, добрый день. Предыдущая панель была такая очень оживленная. И я надеюсь, что как-то уже меньше осталось энергии для того, чтобы критиковать регулятора на нашей панели. Но я на всякий случай к этому тоже готов. Мне очень запомнилось высказывание Сергея Лукьянова на предыдущей панели о том, что рынок паевых фондов практически такой мертвый. На самом деле, сколько людей, столько мнений. Отчасти с ним можно согласиться. В том плане, что объем открытых фондов в абсолютном выражении, наверное, пока еще не сильно большой. Преобладающую долю в общей массе чистых активов ПИФО занимают закрытые паевые фонды, фонды для квал-инвесторов. И в этом плане, наверное, точно есть куда расти открытым паевым инвестиционным фондом. С точки зрения масштаба индустрии, индустрия сама по себе достаточно емкая. По объему активов, которые находятся под вашим управлением, это и активы паевых фондов, и, что немаловажно, активы еще и пенсионной индустрии, которые занимают, наверное, в общем объеме свыше половины всех активов, которые находятся у вас под управлением. Если в совокупности порядка 6,9 триллиона рублей находятся у вас под управлением, где-то в районе 3,7 триллионов – это активы пенсионных фондов, и, собственно говоря, активы пенсионных фондов, и порядка 3,1 триллиона – это активы пенсионных фондов. Мы, как уже Екатерина сказала, наблюдаем определенный рост и чистый приток активов в паевые фонды составил свыше 100 миллиардов рублей. При всем при этом мы видим, что количество компаний сокращается. Сокращение, так же, как и в сегменте участников рынка ценных бумаг, с одной стороны, вызвано тем, что рынок покидают те компании, которые не видят перспективы развития своего бизнеса. 22 такие компании было в этом году. Наверное, это, с одной стороны, говорит о том, что кто-то не видит бизнес-идея, и рынок стал сложнее, стал более конкурентным. И конкуренция – это еще один фактор, который на сегодняшний день играет, наверное, такую важную роль в вытеснении малых компаний. То есть мы, как правило, говорим, что есть регуляторные барьеры, регуляторная нагрузка, но есть еще и конкуренция, которая тоже делает свое дело. Значит, при всем при этом шесть компаний покинули рынок по причине применения надзорных мер со стороны регулятора. К сожалению, все еще нам приходится принимать такие меры в тех случаях, когда компания не готова, не может, не способна или не хочет исправлять какую-то критичную ситуацию в своем бизнесе. Но если посмотреть на предыдущие годы, то, конечно же, сейчас количество отзывов лицензии компаний за какие-то нарушения несовместимой с жизнью, оно радикально уменьшилось. Более того, значит, еще раз хочу обратить внимание, что отзыв лицензии – это действительно крайняя мера. И прежде чем выйти на нее, мы достаточно много усилий тратим для того, чтобы вступить с вами в диалог, чтобы получить обратную связь и попытаться дать возможность устранить трудности, проблемы в вашей работе путем такого мягкого воздействия. То есть через выдачу предписаний, иногда через административные штрафы. Подобная политика будет сохраняться и в дальнейшем. Значит, хотел бы сказать несколько слов о том, как изменения в регулировании уже начали менять жизнь и правовой ландшафт в деятельности управляющих компаний и, наверное, в дальнейшем будут менять. Первое, с чего я хотел бы начать, это тема изменения в регулировании деятельности пенсионных фондов. Почему она важна? Начало года – федуциарная ответственность негосударственных пенсионных фондов, обязанность по совершению сделок исключительно на наилучших условиях при реализации и приобретении активов. Что начало происходить впоследствии? Вполне ожидаемо, негосударственные пенсионные фонды начали вносить изменения в договоры доверительного управления с управляющими компаниями и аналогичное положение включать в эти договоры. С тем намерением, чтобы управляющая компания точно так же действовала бы добросовестно, разумно, исполняла бы сделки на наилучших условиях и, возможно, в случае причинения убытков, если они были причинены недобросовестными действиями, управляющая компания возмещала бы пенсионному фонду соответствующие средства. В противном случае пенсионные фонды будут вынуждены размещать убытки своим пенсионерам из капитала. Если говорить про тренд в целом, о том, что управляющая компания должна также соблюдать федуциарные обязанности действовать добросовестно и разумно в интересах своих клиентов, то это очень важное направление. На сегодняшний день мы смотрим на то, как управляющие компании исполняют свои федуциарные обязанности не только в отношении негосударственных пенсионных фондов, но и в отношении управления активами ПИФов. К сожалению, мы в отдельных случаях встречаем такие кейсы, в которых, например, управляющая компания на счетах в аффилированной кредитной организации достаточно длительное время хранит очень приличный объем средств ПИФ по нулевой ставке. Совершенно очевидно, что эти средства могли быть размещены как минимум в ОФЗ, а может быть в корпоративной облигации, могла быть получена более высокая доходность, однако это не делается. Соответственно, мы говорим о том, что такое поведение не может признаваться добросовестным и нам точно вместе с вами есть к чему стремиться. Поэтому, коллеги, этот тренд мы, безусловно, посмотрим на крупнейших участников, в целом на всех участников, относительно того, насколько мы видим добросовестное поведение при управлении активами. Несколько слов об изменениях в регулировании страны Банка России. Вышло новое указание 4885У, его в конце сентября зарегистрировал Минюст. Оно расширяет инвестиционные возможности для паевых фондов, для квалифицированных инвесторов. В частности, допускается возможность формирования закрытых фондов и биржевых фондов иным имуществом помимо денежных средств. В этих целях увеличивается срок до 6 месяцев для формирования паевого фонда. И, помимо этого, вводится, на мой взгляд, очень важный момент. Мы разрешаем управляющей компании совершать сделки в виде заключения займов, кредитов, тем самым расширяя возможности для инвестиционных фондов, для квалифицированных инвесторов. Но при условии, что соответствующая возможность по совершению этих операций предусмотрена инвест-декларацией и правилами доверительного управления. Про 156 закон сегодня вы уже слышали в первой части. Еще раз скажу, что очень важный проект, он идет достаточно долго и непросто. Мы очень надеемся, что до конца года мы продвинемся, и как минимум во втором чтении он будет принят. Речь идет о том, что должна быть изменена, упрощена процедура регистрации правил доверительного управления и процедура прекращения фондов в части контроля за отчетами о прекращении фондов со стороны регулятора. Мы делегируем эти функции специализированным депозитариям, что добавит скорость этим процессам и гибкости. Есть еще одно требование, которое мы надеемся ввести в закон. Мы хотим отказаться от типовых правил доверительного управления, предоставив Банку России полномочия по определению требований к правилам доверительного управления, что позволит нам более гибко реагировать на запросы рынка на меняющуюся конъюнктуру. Есть еще несколько позиций, которые мы сейчас обсуждаем с Науфор, и мы рассчитываем, что они смогут найти также свое отражение в 156 законе, но я пока не буду их детально анонсировать. Это такая тяжелая, предстоящая для нас вместе с Науфор работа. Я думаю, что об этом можно будет более конструктивно, конкретно заявить, наверное, где-то ближе к концу года. Еще один очень важный момент, о нем сегодня тоже было сказано в первой части, это тема конфликта интересов. Насколько вы знаете, требования по управлению конфликтом интересов в 156 законе, основном законе, который действует в отношении управляющих компаний, эти требования отсутствуют, ситуация, наверное, точно требует улучшения. Отдельные сектора финансового рынка имеют подобные требования по управлению конфликтом интересов. Не всегда возможно это управление конфликтом интересов работает, но это точно не повод, чтобы не продвинуться в части управления конфликтом интересов в отношении управляющих компаний. К сожалению, те недобросовестные практики, которые мы встречаем, зачастую в основании этих практик лежит как раз реализуемый конфликт интересов. То есть он есть в достаточно большом количестве случаев, и наша с вами задача научиться этим конфликтам интересов управлять, идентифицировать, раскрывать информацию перед клиентами о том, что этот конфликт есть, по возможности до его реализации, ну и мы думаем над тем, что обязательно должно появиться требование по обязательному возмещению убытков клиента в случае, если они были причинены вследствие реализации конфликта интересов, а клиент был не уведомлен о наличии подобного конфликта. С другой стороны, мы полагаем, что как только подобные требования появятся в регулировании, значит, это должно послужить определенным драйвером с точки зрения развития регулирования и отмены определенных ограничений, барьеров, которые на сегодняшний день существуют в законе об инвестфондах в части совершения ряда сделок, но пока мы будем говорить именно про возможность послаблений для инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Значит, еще один вопрос, который нас тоже беспокоит, тренд буквально последних нескольких месяцев, мы чуть более внимательно посмотрели на индустрию открытых фондов, и в отдельных случаях мы увидели, что структура активов открытых паевых фондов не вполне соответствует тому наименованию паевого фонда, целевому наименованию, по большому счету, на который ориентируются потребители, когда он приходит к вам, к вашим агентам с намерением приобрести пай. В данном случае можно говорить о том, что потребитель встречает финансовый инструмент по одежке, по наименованию, но покупая, к примеру, инвестиционный пай ПИФа, который называется, условно, платина или золото, по факту мы видим, что в этом паевом фонде достаточно длительное время значительный объем активов, бывает свыше 50%, инвестируется, например, в госбумаги. Оно, наверное, с точки зрения надежности и безрисковости неплохо само по себе, но это совершенно точно расходится с тем, что предписано в законе об инвестиционных фондах, о том, что название, в принципе, должно отражать суть деятельности и направление инвестирования для паевого фонда. Ну и, конечно, это для чего за собой обманутые ожидания страны потребителей. Поэтому мы планируем в ближайшее время завершить анализ всей индустрии открытых инвестиционных фондов на предмет того, как выполняется вот это требование. Значит, мы посмотрели на имеющийся международный опыт. Очевидно, что такие проблемы есть не только у нас, и в разных юрисдикциях есть разные подходы к регулированию. Как правило, устанавливается определенный барьер, минимальная планка доли тех активов, на которые указывается в наименовании инвестиционного фонда. Так, например, в Соединенных Штатах не меньше 80% активов, с которыми, собственно, связанное наименование фонда, должно быть в паевом фонде. Мы эту тему начали обсуждать с коллегами из Национальной ассоциации участников фондового рынка. Знаем, что они работают над проектом внутреннего стандарта, который установил бы подобные требования для открытых ПИФов. Я считаю, что это очень хороший подход, как раз пример саморегулирования. Мы, безусловно, это начинание поддержим, но, однако, мы пока думаем над тем, чтобы подобные требования возможно ввести в наше регулирование. И хотел бы несколько слов еще сказать про пропорциональное регулирование и надзор, про рискоориентированный надзор. Мы в первой части тоже слышали о том, вернее, в предыдущей сессии слышали о том, что опубликован доклад. Этот доклад касается всех индустрий, не только участников рынка цены бумаг, в том числе участников рынка коллективных инвестиций. Подходы от индустрии к индустрии с точки зрения пропорциональности несколько разнятся. В качестве критериев принимается как масштаб бизнеса, так и те риски, которые концентрируются в деятельности того или иного участника, объем этих рисков. В случае с коллективными инвестициями было принято решение о том, что пропорциональность зависит как раз от объема рисков. Почему не объем бизнеса? Ну, наверное, вот могу привести такой пример. Можно ли одинаковые требования устанавливать к открытому инвестиционному фонду с объемом активных миллиард рублей, у которого, не знаю, 10 тысяч пайщиков, и пайи которого могут продавать повсеместные агенты, и к закрытому паевому фонду, где один-два пайщика, где упакован кооптивный бизнес, но объем точно такой же? Наверное, вряд ли. Очевидно, что в первом случае риски возникают в случае нарушения требований регулирования у большого количества владельцев инвестиционных паев, во втором случае это риски одного-двух лиц, которые занимаются конкретным бизнесом и по большому счету принимают на себя предпринимательские риски. У нас порядка 75% инвестиционных, не так, в общем объеме стоимость чистых активов паевых фондов, доля закрытых фондов порядка 75%, то есть очень большая. Соответственно, мы исходим из того, что пропорциональность у нас зависит именно от объема рисков, которые концентрируются в управляющей компании. Если посмотреть на регулирование, я думаю, вы все его хорошо знаете, и требования с точки зрения раскрытия информации, управления риском ликвидности, представлениями отчетности, они как раз дифференцируются в зависимости от того, каким фондом вы управляете. Квальным для закрытых фондов, закрытым фондом для квальных инвесторов, либо открытым по инвестиционным фондам. Очевидно, что в части открытых фондов это регулирование более жесткое. То же самое касается и наших подходов при осуществлении надзора. Надзор мы также выстраиваем пропорционально. И в первую очередь мы, безусловно, обращаем внимание на паевые фонды для неквалифицированных инвесторов на открытые паевые фонды. Соответственно, здесь наибольшие усилия в надзоре, наибольшая нагрузка будет на управляющие компании с точки зрения ведения диалога с регулятором. Ну и в случае, если мы видим, что у нас срабатывают те или иные триггеры в рамках анализа отчетности, анализа движения данных из спецдепозитариев, анализа движения денежных средств по счетам, если мы видим, что какие-то триггеры сработали, то, конечно, мы на них реагируем и проводим какие-то мероприятия и в отношении закрытых ПИФов. Их достаточно много. И там тоже, на самом деле, достаточно много надзорных вопросов. Но еще раз говорю, что концентрируем свои усилия в первую очередь на тех фондах, которые связаны с неквалифицированными инвесторами на открытых фондах. Коллеги, вот, наверное, пока все. Уверен, что будут вопросы. Я буду готов на них ответить. Большое спасибо. Спасибо большое. Затронуто действительно достаточно большое количество вопросов. И по части из них действительно я хочу подтвердить, что НАУФР разработал проект стандартов названия ПИФового инвестиционного фонда и еще трех стандартов, которые в начале следующей недели появятся на сайте НАУФР для обсуждения рынком. Помимо стандартов названия, также там будут и стандарты управления конфликтом интересов и информирования клиентов о рисках. И, может быть, мы сейчас со стороны рынка, выработав вот эти единые подходы, как бы чуть раньше, чем Банк России выработает нормативные акты, сохраним как бы и себе время, и Банку России время на что-то более великое, на темы, которые связаны больше с развитием бизнеса и с развитием индустрии в целом, чем на те моменты, которые, в принципе, во многих компаниях, особенно у которых есть уже лицензия профессионального участника, ну, уже решены по сути, да, то есть внедрить эти вопросы в не такие крупные компании, по аналогии уже имея некую историю, возможно. Спасибо еще раз большое. Теперь я предлагаю обсудить вопрос следующий. Сегодня действительно упоминались наши боевые институционные фонды как индустрия, которая немного догоняет развитую брокерскую деятельность. Сегодня и очень часто на наших конференциях, на вообще публичных мероприятиях говорится о том, что продажи боевых институционных фондов, в первую очередь открытых боевых институционных фондов, это, там, агентские продажи, да, это продукты, не предназначенные для онлайн-продаж, потому что там много-много-много различных ограничений, но при этом все равно индустрия показывает рост. Я бы хотела обратиться к участникам, к Ирине Кривошаевой. Расскажите, вот, ну, все равно, как бы, несмотря на весь скепсис, все равно мы растем, все равно у нас потенциал есть. Вот, за счет чего, как? Ну, нам кажется, что, да, действительно, мы традиционно оптимистично смотрим на развитие рынка, потому что нам кажется, что очень много зависит от нас самих, как участников рынка, как команды, сотрудников, и в этом контексте нам кажется, что можно выделить три каких-то направления развития, по которым мы действуем в последние годы. Это формирование новых каналов продаж, ну, собственно, то, что ты упомянула, Кать, это формирование новых продуктов и новых дополнительных сервисов, которые создавали бы дополнительные какие-то ценности для наших клиентов. Но вот с точки зрения каналов продаж, действительно, прогресс, прорыв за последние два года формирования онлайн-каналов продаж. И, ну, вот по нашей компании последние месяцы статистика до 63% от новых клиентов приходит уже через онлайн. И онлайн – это не только банки, да, и не только банковские ресурсы, онлайн-банков, но это, конечно, и непосредственно сайты самих управляющих компаний, и дополнительные проекты сотрудничества, будь то с телекомами, будь то с какими-то площадками, там, существующими уже, там, маркетплейсами, те же банки.ру, и многие другие проекты. То есть вот эти новые проекты, их не было вообще никогда. Мы никогда даже не замахивались на то, чтобы попытаться продвигать, например, боевые инвестиционные фонды через телекомы. А сейчас мы видим эти проекты, видим, что сильные агрегаторы, у которых есть достаточное количество клиентов, готовы предлагать инвестиционные услуги. Конечно, это связано с тем, что спрос на боевые инвестиционные фонды со стороны клиентов, он действительно увеличивается. Конечно, да, на фоне снижения процентных ставок коммерческих банков. Но не только. Потому что у людей появляется опыт, и мы видим по нашей клиентской базе, что до 50% средств, которые к нам поступают, это докупки от существующих клиентов. То есть, если клиент купил, получил хороший опыт, то он действительно дальше будет докупаться, и это такой органичный рост обеспечивается бизнесу. И, конечно, с точки зрения рекомендаций, там расширяется вот таким образом, естественно, клиентская база. Второе направление – это новые продукты. Мне кажется, что здесь стоит упомянуть, что благодаря регуляторным новациям, изменениям у нас впервые за последние годы появились персональные фонды, то есть эпифы в яркое, мощное направление для состоятельных клиентов. Раньше мы не могли вообще думать о том, что на российской земле можно будет заниматься структурированием активов. Это можно называть как угодно, трасты по-русски или как-то иначе, но, тем не менее, это действительно действенный, эффективный механизм, который сейчас уже позволяет нам конкурировать в том числе с западными игроками. И вот впервые мы в последние годы действительно видим, что наши состоятельные клиенты даже переводят какие-то портфели из других юрисдикций, из тех же швейцарских юрисдикций, на российскую землю, вот в форме более понятных для них персональных фондов. Еще одно направление, но я думаю, что коллеги здесь скажут подробнее, но, тем не менее, я верю в него, это биржевые фонды, которые зарождаются тоже на нашей земле. Конечно, хорошо, и можно там допускать ETF-ы какие-то иностранные, но давайте создавать свое, в этом должна быть стоимость. Давайте создавать собственные индексы, давайте развивать свой рынок. Это вполне себе логичное направление для развития вообще всех управляющих компаний. Давайте не дискутировать о том, что лучше активное или пассивное управление, а гармонично развивать оба этих достаточно важных для клиентов направления. И третье – это, конечно, сервисы, которые действительно, мне кажется, что именно для понимания вообще, за что клиент платит управляющим компаниям вознаграждение, нам постоянно всем нужно действительно наращивать. Это и уровень аналитической поддержки, это и, опять-таки, онлайн-сервисы с точки зрения прозрачности любой цифры, которая содержится в отчете, которая удержана с клиенту в плане комиссии. Это мобильное приложение, то есть клиент должен в онлайне видеть вообще, как осуществляется операция и что именно происходит с его деньгами. То есть понятные формы отчетности, понятные формы аналитики. Это, безусловно, еще новые формы продвижения, там использование в том числе соц. медиа, использование фейсбука для донесения более четкой информации по поводу каждого любого действия, совершаемого портфельным управляющим. Мы должны объясняться перед клиентами все больше и больше вот как раз о том, что же происходит, как мы создаем ту самую добавленную стоимость при управлении активами клиента. Но и в завершение мне, наверное, хотелось сказать, что все-таки, ну вот да, это то, что сделано, но очень многое предстоит. И опять-таки, если разделить по этим направлениям в контексте онлайна, ну вот мы сейчас, наверное, в какой-то степени подходим к черте, когда дальше развитие будет невозможным без поправок 115-й федеральный закон, потому что это связано, безусловно, с тем, что появляются новые формы платежей. Но мы не можем постоянно продолжать отказывать клиентам, если они хотят оплатить там паи через Apple Pay или через Яндекс.Деньги, через кошелек. А мы с этим сталкиваемся, и это очень-очень сложное и такое направление. Еще одно связано, безусловно, с появлением каких-то новых форм, новых маркетплейсов. Это тоже то, что будет драйвить какое-то развитие онлайна. С точки зрения продуктов, ну вот 156-й федеральный закон, многое было сказано по тем поправкам, но мы верим в еще одну важную поправку, которая там, по-моему, осталась в первом чтении. Это возможность выплаты промежуточных доходов клиентам. Не зря все индустрии, вообще международные, делают фонды и продвигают их именно как долгосрочные инвестиции, при этом платят дивиденды или купоны клиентам из фондов. Но давайте до этого когда-то дойдем. Давайте перестать вынуждать клиентов все время смотреть на вот эту краткосрочную перспективу, а дадим им денежный поток, который позволит им комфортно фактически существовать, исходя из их потребностей. Но и с точки зрения каких-то дополнительных сервисов, здесь, конечно, уже мы видим, что это задача непосредственно самих управляющих компаний, формировать новые программы лояльности, более четко анализировать вообще, что, как хотят компании, клиенты, но в том числе и работать над скоростью. А вот со скоростью здесь уже тоже никак без регулирования, и это связано с такими элементами, как возможная отмена транзитных счетов, которые дали бы нам один день. Но все-таки сейчас уже не то время, когда мы можем или должны осуществлять операцию по продаже пая на второй рабочий день. Но неправильно. Все должно уже быть в онлайне, и это значит, опять-таки, транзитные счета, это значит, возможно, возможность учета бумаг в НРД, то, что обсуждалось, какие-то другие действия, ну, в общем, все, что угодно, но как глобальная цель или KPI по развитию индустрии паевых инвестиционных фондов, мне кажется, правильно поставить Т0, и вот этот Т0 для клиентов должен быть во главе угла вот на ближайший, так скажем, 2019 год, как мне кажется. Спасибо. Спасибо большое, Алексей. Хотели добавить? Да, хочу добавить немножко, вот Иру слушаю, кажется, мы все в раю будем. Прямо благостная картина, я немножко ложку дегтя добавлю. Смотрите, какая ситуация. У нас бум индустрии коллективных инвестиций приходился на последние несколько лет, которые проходили в паразигме снижения процентных ставок и роста облигационного рынка. И понятно, что люди смотрели перформанс немножко прошлый, тренд продолжался и так далее. Сейчас ситуация, я считаю, кардинально поменялась. Облигационный рынок в этом году, ну, откровенно не оправдал ожиданий, и поэтому есть абсолютно объективные причины. И по факту мы увидим, что те, кто приходили вот там последний год, приходили в этом году и вот, так сказать, попали на вот это вот движение облигационного рынка, так или иначе, через какое-то время будут смотреть на результаты, сравнивать с теми депозитными ставками, которые существуют на рынке, и, понятное дело, будут немножко разочарованы. Я лично не испытываю некий скепсис относительно радужных перспектив роста объемов коллективных инвестиций в следующем году. Я имею в виду только вот сейчас вот такой розничный ритейл. Почему? Потому что вот эти причины, они, безусловно, окажут влияние, и хорошо, если индустрия останется примерно в тех же объемах, опасаясь, что в худшем случае, на самом деле, может быть и на это отток в следующем году. И хотел еще вот пару слов сказать по поводу истории, связанной с необходимостью контроля соответствия мандата, заявленного по инвестиционным фондам, и тому, что там в реальности есть. Но мы, как представители индустрии, двумя руками за, потому что странно видеть, когда фонд называется, условно, рублевая облигация, и там лежат валютные какие-то еврооблигации, там 15-20%, ну это, конечно, удивляет. Но с другой стороны, вот был приведен пример, где, не знаю, там золото и УФЗ 20%, но, опять-таки, тут я призываю очень аккуратно действовать. Почему? Потому что, если мы посмотрим даже на индустрию иностранных фондов, аналогичных, зачастую, а локация на базовый актив, на underline assets идет через какие-то производные инструменты, а свободный кэш и обеспечение инвестируются, там, ну, в случае со штатами в трежи. У нас в России это логично делать, соответственно, там, в гособлигации. То есть, вот здесь вот надо как-то вот очень аккуратно поступать, чтобы не получилось так, что мы, с одной стороны, в погоне за благой целью, начнем мешать жить добросовестным участникам этого рынка. Спасибо. Спасибо большое. Можно прямо два слова? Я здесь вас, в том числе, призываю к диалогу на площадке НАУФР. Тем более, что ваши коллеги уже начали работу над этим внутренним стандартом. Мне кажется, это правильная история, когда мы вместе эти критерии вместе с вами разработаем. Да, мы еще добавлю немножко эту же тему, обсуждаемую в рамках непосредственного указания Банка России о составе и структуре, когда введем ожесточенные споры о том, что может входить в подушку ликвидности фондов, да, какие инструменты. Это тоже, как бы, в дополнение, опять же, как вы сказали, к подушке ликвидности. Я бы хотела попросить Евгения немножко рассказать про этот новый инструмент, биржевой фонд, да, который многие сравнивают с ETF-ами, который в чем-то похож, не похож. Вот раньше была только теория, теперь пошла практика. Какие вы видите тренды, какие тенденции, что помогает, чего не хватает? Есть ли будущее за этим? Спасибо. Да, спасибо за возможность сказать несколько слов об этом новом инструменте. Биржевые и паевые инвестиционные фонды, как мы их ласково называем, ETF. С 17 сентября этого года на нашем рынке коллективных инвестиций, да и на рынке ценных бумаг, появился действительно новый инструмент принципиально. Новый – это биржевой фонд, который наша управляющая компания сделала. И здесь индексом выступает индекс акций московской биржи. И мы прежде всего видим этот инструмент, вот, наверное, это самый лучший инструмент, который может на сегодняшний день объединить нашу аудиторию с точки зрения представителей рынка коллективных инвестиций, управляющих компаний и рынка брокеров, поскольку та схема, по которой, собственно говоря, функционирует этот фонд, это принципиальная новая история в коллективных инвестициях взаимоотношений, прежде всего, управляющих компаний, брокеров и рынка. Дав таким образом широкому рынку ценную бумагу, которая имеет достаточно высокую ликвидность, насколько мы видим на сегодняшний день по тем результатам и по тем оборотам, которые есть у нашего биржевого паевого инвестиционного фонда, мы также позиционируем этот продукт, прежде всего, как продукт для простых инвестиций в розничном сегменте. Стратегическое развитие линейки биржевых паевых инвестиционных фондов – это тот осознанный выбор, который мы сделали, и это направление, в котором мы собираемся развиваться в ближайшей перспективе достаточно интенсивно. В чем, собственно говоря, принципиальная идея как простого инструмента инвестирования для розничного клиента в биржевого паевого инвестиционного фонда? Прежде всего, это понятность, ясность и четкость того финансового результата, который получает инвестор, не апеллируя уже к возможности или к ошибкам управляющего в той или иной ситуации. Это максимальная репликация индекса, и, соответственно, тот таргет, который мы для себя ставим, – это минимальная ошибка следования. И здесь, как нам кажется, возникает достаточно нормальная почва для диалога с инвестором, инвестирующим в наш продукт, будь это квалифицированный инвестор, неквалифицированный инвестор, поскольку мы можем на базе биржевых паевых инвестиционных фондов создавать в том числе и так называемые коробочные продукты, переходя уже к непосредственному продаже инвестору конкретного биржевого паевого инвестиционного фонда, уже к портфельному предложению из n-ного количества таких фондов. Что хотелось бы отметить, что, как справедливо было сказано, мы перешли сейчас уже к практике, к практике использования этого инструмента в текущих инвестициях. Здесь у нас, конечно, есть определенные пожелания с точки зрения развития самого инструмента, который бы нам к обсуждению, скажем так, тех предложений, которые мы уже выносили, в том числе и через площадку НАФОР, хотелось бы вернуться. И сегодня я хотел бы отметить историю, опять-таки она уже здесь подымалась, это к подушке ликвидности, требования которой сегодня есть для биржевых паевых инвестиционных фондов в размере 5%. Нам кажется, что, в общем-то, этот инструмент является неким исключением из общих правил, из общего подхода, поскольку все вопросы, связанные с ликвидностью, они решаются между управляющей компанией и маркетмейкером на рынке, и именно там обсуждается вопрос и решается этот вопрос с точки зрения обеспечения ликвидности. Есть часть вопросов, которые связаны в том числе и к возможности, опять-таки, репликации стопроцентной инвестиции. Сегодня на рынке есть индексные открытые паевые инвестиционные фонды. Внутри обычно лежат ETFs, которые, собственно говоря, выпущены провайдерами с других рынков. Нам бы очень хотелось поменять эту ситуацию, и здесь нам нужно еще одно дополнительное обсуждение в части возможности репликации этих индексов, синтетических способов их репликации за счет, опять-таки, свопов. Есть, и сегодня, опять-таки, есть еще одно ограничение, которое мешает нам это сделать. Это запрет на долю ограничения 20% по уровню дериватив. Еще раз подчеркну, мы сейчас говорим о том, что нам хотелось бы снизить ту самую ошибку следования, которая является основным критерием, собственно говоря, к качеству, которое добавляет управляющая компания, выпуская такой продукт на рынок. И это, в том числе, позволит нам, опять-таки же, продвигаться все дальше и глубже по пути доступности этого инструмента для массового клиента. Есть еще целый перечень и набор пожеланий, которые мы, собственно говоря, пользуемся диалогом внутри NAWFOR. Мы обязательно переправим в Центральный банк, и действительно хотели бы еще раз на эту тему подискутировать. Тем более, что эти инициативы, с которыми мы выступали, они, к сожалению, в текущий момент, насколько мне неизвестно, не нашли отражения в тех поправках 156 ФЗ, которые так или иначе до конца года будут рассмотрены, либо внесены соответствующим изменениям. Новый инструмент и с точки зрения законодательного регулирования, и с точки зрения практики, но поскольку этот инструмент, мы уверены, будет пользоваться спросом, и опять-таки, там все мировые тренды, их можно оставить пока за скобками, но это действительно так. Продолжая тему основных направлений, опять-таки, работы с розничным сегментом, управляющая компанией Сбербанк управления активами радикально пересмотрела свой подход в части закрытых боевых инвестиционных фондов. И та дополнительная компетенция, которую мы сформировали на своей стороне, которая поддерживает, собственно говоря, процесс выбора объектов инвестирования, процесс оценки этих объектов, процесс дальнейшего сопровождения, и самое главное, это процесс выхода из этих инвестиций, позволяет нам рассчитывать на то, что закрытые боевые инвестиционные фонды при, опять-таки, сочетании определенных обстоятельств наших стремлений, каких-то дополнительных регуляторных проработках текущего законодательства вполне себе могут стать доступным инструментом, в том числе, для инвестирования в розничном сегменте. В остальном, в общем-то, присоединюсь к мнению коллег относительно взглядов на развитие рынка, поскольку мне кажется, что востребованность рынка коллективных инвестиций – это такая жизненная уже необходимость. Изменение процентных ставок, повышение их падения – это, в общем-то, перманентная история, но что мы видим в последнее время, и хотелось бы это еще раз отметить, что ментальность нашего инвестора, она, в общем-то, действительно, скажем так, поменялась, в отличие от того подхода, который был в 2007-2008 году. Сегодня мы имеем дело уже с реальным процессом формирования накоплений и сбережений, и как инструмент для формирования этих накоплений и сбережений рынок коллективных инвестиций доказал на сегодняшний день свою полную состоятельность. Спасибо. Спасибо большое. Игорь, что, может быть, для Вас является ключевыми направлениями для развития? На что основную ставку делаете? Что мешает? Что помогает? Спасибо. Ну, конечно, хотел бы сказать в первую очередь о законодательных изменениях. Вот закон о гоносоветниках, важная для индустрии инновация. С одной стороны, это, конечно, большой шаг вперед, потому что это приведет к так называемой уберизации финансовой отрасли, что я имею в виду, по аналогии с сервисами такси, появится много независимых консультантов, которые смогут быстрее и качественнее делать ту работу, которую сейчас в основном делают агентские сети банков. Раньше, как вы помните, было несколько десятков компаний такси, и такси приходилось ждать, условно говоря, 20 минут. Сейчас тысячи операторов, физлиц, и если такси приезжает дольше, чем 10 минут, то это уже считается долго, меняется индустрия. Это случилось на Западе массово, это же и будет здесь. Мы таким образом имплементируем такой best practice, так называемый. Это, конечно, большой шаг вперед. Это, кстати, приведет к тому, что банки вынуждены будут с консультантами конкурировать больше и в том числе улучшать свои сервисы. С другой стороны, конечно, сейчас нет до конца ясности с этими новаций. Например, ПИФы, строго говоря, продажа ПИФа попадает под инвестконсультирование в том виде, в котором есть сейчас. И вот мы знаем, что у нас сейчас индустрия ПИФа переживает такой ренессанс. В прошлом году был приток рекордный, в 2017 году, 60 миллиардов пришло на рынок. В этом году уже с начала года гораздо больше. И что важно, что качество притока, оно совершенно другое. То есть если раньше, допустим, в шестом году до этого, когда наибольший количество денег пришло, это было 25 миллиардов, это были фонды акций, то сейчас это фонд облигаций. То есть фонды и в целом портфели, где у людей гораздо меньше риска разочароваться. И мы увидим, что реально индустрия растет. И, конечно, важно, чтобы этот рост сохранялся, и стороны ЦБ была поддержка, в том числе и на уровне законодательства, чтобы он не прекратился. Второй момент – это диджитал. Про него уже много здесь говорилось. Я, прежде чем о нем говорить, хотел бы немножко поговорить о том, что происходит на Западе. Западный рынок. За 2017 год вообще вся индустрия управления активами в мире выросла на рекордные 12%. С 72 триллионов долларов до 79. Последний раз такой рост был в 2009 году, такой большой в процентном отношении. И вот случился в прошлом году. Основным драйвером этого роста были, конечно, доходности на рынке. То есть рынки акций растут, клиенты деньги несут, все хорошо. Но западные управляющие компании тоже начинают думать о том, что дальше. Потому что понятно, что мы находимся, ну как понятно, ну мы, по крайней мере, думаем так, что мы находимся в позднем цикле, что касается Америки прежде всего. И, скорее всего, такого роста по линеечке, как мы видели, его, скорее всего, не будет. И западные управляющие компании думают, а что нам делать? Они сталкиваются примерно с теми же проблемами, что и мы. То есть у них снижается маржинальность, растет доля пассивных инвестиций, и вот такой рост может не повториться. Они в целом, если говорить, переходят на диджитал, второе, они делают новые продукты, я об этом немножко позже поговорю, да, и третье, снижают косты. Вот в части диджитал, это прям такой тренд всей индустрии, да, и вот уже Роман Горюнов выступал, говорил, что сейчас в России, в общем-то, вот, если у банка там нет приложения для инвестиций, там нет вот этого слова инвестиций, Тинькофф инвестиций, там, Альфа инвестиций, Сбербанк, как бы это уже, это must-have, да, если у тебя нет, ты, наверное, не самый современный банк. Это все происходит, и, как сказала Ирина, это только начало пути, сейчас тренд пошел дальше, сейчас уже мобильные операторы начинают предлагать инвестиции, там, Яндекс, Киви, то есть уходят продажи из продуктов только от банков и идут в другие каналы, я не удивлюсь, если там через 5 лет появится какой-нибудь там пятерочка инвестиций или магнит инвестиций, хотя звучит страшно, понимаю, да, прежде всего для регулятора, наверное, да, но просто хочу показать, что границы раздвигаются, и тренд идет уже, мы уходим от традиционных каналов, переходим в другие каналы, где есть клиенты, да, там, где клиенты, там должны быть инвестиции. Это важная история, конечно, российские управляющие компании должны этому следовать. Также с точки зрения вот рынка, да, мы тоже понимаем, что сейчас рынок самый простой, для фикс-инком рынок год непростой, да, также много в России продается структурных продуктов в том числе, да, они тоже в основном были там и есть на Америку, мы видим, что американский рынок тоже, как, опять же, повторяюсь, в позднем цикле, возможно, будет там сокращение, сокращение бизнеса. Управляющие компании, конечно, тоже должны внедрять эти лучшие международные практики, в том числе и с точки зрения сокращения нагрузки на бизнес с точки зрения регулирования, да, но и какие-то новации, например, вот сейчас такая очень модная тема есть среди западных управляющих компаний, так называемые смарт-бета фонды, фонд ETF со смарт-бетой, то есть что было раньше? Раньше компании запускали просто обычный ETF на индексы, да, а это, конечно, приводило к эрозии маржи. Объем активов рост, но была эрозия маржи, да, что сейчас вот вводится, так называемый смарт-бета фонд, чем они отличаются? Тем, что это тот же индексный фонд, но сделан по другим правилам, то есть классический, например, индексный фонд, он в нем акции взвешат по капитализации, да, и сейчас это не самый эффективный подход к построению индекса. Сейчас есть много очень фондов, например, там, фонды с низкой волатильностью, фонды с дивидендными историями, это индекс, по сути, который делается на этих новых принципах, и управляющая компания, благодаря тому, что она делает такой индекс, она может брать больше комиссий, чем в традиционном биржевом фонде, который, допустим, на S&P. Такая интересная история, мне кажется, в России тоже это будет внедряться, в России уже начали внедряться обычные биржевые фонды, да, например, Сбербанка. Мне кажется, вот за этим тоже будущим. Спасибо большое. Я еще, там, если вернуться к биржевым фондам, хотела поблагодарить Московскую биржу, которая принимала очень активное участие в запуске первого фонда. Что касается вопросов дальнейшего развития поисков и инвестиционного консультирования в рамках деятельности управляющей компании, то тут, конечно, нужно продумать вот сейчас на том этапе, на котором мы находимся сейчас, да, не только, на мой взгляд, тему предложения, консультирования, да, предоставления там аналитических справок каких-то, про которые мы говорили сегодня, а то, как классическая агентская схема, которая годами существует, там уже десятилетиями, можно сказать, да, существует в деятельности управляющих компаний, впишется вот в инвестиционное консультирование. Потому что если мы говорим о деятельности непосредственно управляющей компании, предложении ее продуктов собственных, как бы, клиентам, то тут не возникает вопросов, там, может, сама по себе, это деятельность, это уже инвестиционное консультирование, когда ты предлагаешь некий коробочный продукт, коим является, там, тот же открытый фонд клиенту, да, ты действуешь в рамках лицензии. Когда заходит речь об агентах, то, конечно, наверное, это один из тех вопросов, которые также стоит дополнительно прояснить. Извини, просто продолжаю прошлую панель, но я не знаю, там, коллеги поддержат меня или нет, но в этом плане вот очень большая просьба как раз к НАУХАР, как саморегулируемая организация, все-таки сейчас будут разрабатываться стандарты. Катя, давай мы все это пропишем, чтобы потом вот как-то это не огрести, извините. Мы постараемся. Вот, если вернуться немножко от вопросов, там, дальнейшего развития, да, и, там, продуктовой линейки, мы затрагивали еще, там, очень важную тему сегодня, и, там, с самого начала, это, там, пропорциональность и регуляторная нагрузка. Ну, даже, наверное, это, там, немножко, там, две темы, да, это то, что есть сейчас, и то, что, как бы, то, что мы сейчас активно обсуждаем, это, там, пропорциональность, мы, там, чуть, чуть, там, на начальном пути, да, наверное, когда действительно мы пытаемся выработать эти критерии, найти подходы. И тут я бы хотела сначала поговорить о том, что происходит сейчас, и попросить Владимира, как бы, там, рассказать, там, сказать несколько слов. Почему? Потому что у нас действительно, вот, этот год, это год для управляющих компаний, я думаю, там, для многих, ну, и для индустрии профучастников, это год операционных изменений, я это, по-моему, говорю в течение всего года, да, это, упоминаемый XBRL, единый план счетов, это введение требований к деловой репутации, так или иначе, у нас не огромное количество новых нормативных документов в этом году, но в конце прошлого года достаточно большое количество вступило в силу, и мы перестраиваем, там, бизнес, взаимодействие с Банком России. Хотелось бы узнать, как успехи, какие проблемы, что есть, ну, и про развитие тоже. Владимир. Спасибо, Катя. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Я попрошу загрузить презентацию, вот, а, соответственно, пока ее ставят, я хочу сказать, что мы в прошлом году, когда, собственно, пошел переход к новым форматам отчетности, вот, и там нам внедрялся активный XTDD, мы, соответственно, встречались в Банке России и вместе с Науфер, вот, сделали, подготовили презентацию и пытались объяснить, что вообще, как работает бизнес управляющей компанией, и просили учесть это в своей работе, вот, то есть мы говорили о том, что существующие отчетные формы, да, то есть они содержат в себе дублирующую информацию бесконечную. Мы говорили о том, что пора бы уже перейти к разработке единых идентификаторов для ценных бумаг, что, казалось бы, в рамках ЦБ, ну, совсем посильная задача реальная, да, а у нас они все разные. Мы занимаемся каждый раз в отчетных формах описанием ценных бумаг одних и тех же по огромному количеству раз. Мы вставляем в отчетности бесконечное количество из ЧА, в разные отчетные формы одно и то же. Мы занимаемся расчетами в самих формах, которые мы сдаем, определяем там доли ценных бумаг и так далее, да. То есть мы говорили, ребят, давайте вот это вообще говоря неправильно, да, то есть с точки зрения того, как это должно быть организовано, заверите это себе, делайте это на своей части. А мы, забирайте у нас данные, вот. И это первое. А второе, самое главное, то есть если вы вводите какие-то изменения, вы учитывайте, пожалуйста, что мы, как участники рынка, должны эти изменения у себя адаптировать, особенно то, что касается IT. Невозможно постоянно менять онлайн все то, что вы придумали, ну потому что как бы все это начинает конфликтовать просто с теми задачами, которые вы предыдущие поставили. А это был прошлый год, и мы помним там, да, там ЕПС, МСФО, там титанические усилия, тут же, значит, смена отчетности и так далее. Там сказали, ну, то есть, там сказали, вообще говоря, в 2017 году был запрет на введение новой нормативки, это мы типа доделывали старую, догоняли. Вот, и вообще, какие изменения в анкете. Ну, потом мы прислали данные о том, что, соответственно, подтверждающие, да, там, 50-е изменения там в анкете или что, или какое-то такое, да. Ну, то есть, вот такие мелочи, казалось бы, да, они тоже уходят из внимания. Оказывается, даже просто остановить регулирование, доделывая старое, это приводит к большому количеству изменений в управляющей компании. И нам сказали, ну, хорошо, вот то, что вы сказали, на самом деле, все будет вообще решено в XBRL. Вот. И мы с этим, собственно, и ушли. И вот наступил 2018 год. Следующий слайд, пожалуйста. И мы все узнали, что XBRL – это боль. Я там написал, XBRL – это pain, это pain, да, вот уже Ира засмеялась. На самом деле, да, это почти слова из песни «Монеточки», которая, кстати говоря, родилась в Екатеринбурге. Поздравляю Екатеринбург с такой интересной певицей на российской эстраде. Вот у нее есть в одной из песен, там, слова, видимо, которые как-то лично ее там касаются, жизненный опыт. Папочка, прости, я разбила твой портвейн, безответно любить, это pain, это pain. Вот. Вот. Если бы «Монеточка» работала, наверное, немножко в нашей индустрии, да, и поработала в бэк-офисе, то засиживаясь, там, допоздна, там, доделывая, пытаясь дать отчетность в XBRL, да, разбираясь в таксономии, она бы что-нибудь придумала, типа, такого, там, пиша, там, опаздывая на встречу в очередной раз или пропуская, там, театр, кино, что «Дорогой, прости, тут сплошной XBRL, мне с ним жить без любви, это pain, это pain, да, что-нибудь такого плана». Значит, вот сегодня уже, там, с высоких трибун прозвучало, там, не сегодня, а несколько, там, недель назад, о том, что XBRL внедрён, международный стандарт внедрён в плане отчетности на российском рынке. А теперь давайте посмотрим на реалии. Вот что изменилось-то на самом деле? Мы как сдавали формы отчетности, мы так и продолжаем сдавать формы отчетности, но с многократно усложнившейся структурой издачи этой отчетности. Вообще стандарт XBRL, он ориентирован, замечательный стандарт, наверное, да, то есть на упрощение формирования издачи отчетности. Но вместо этого мы столкнулись с гигантскими сложностями, и теперь это назвали, мы выбрали свой особый российский путь, мы часто так делаем в нашей истории, да, соответственно, так называемый формоориентированный подход, да, формоцентричный, вот такое слово, это словосочетание я слышал, слово новое. То есть вместо того, чтобы оперировать данными, фактами, то есть мы сегодня оперируем формами, мы пытаемся эти формы как бы уложить, запихать и отправить в отчетности ЦБ. Значит, вместо как бы реального сбора фактов отсюда идет огромное количество ошибок в таксономии. Значит, казалось бы, ЦБ пошел навстречу участникам рынка, понимает, что там разные подходы существуют, тут разрабатывает собственное ПО, кто-то пошел там к вендорам, но кто-то не пошел никуда, давайте, значит, сдавать через анкету редактор XBRL. Вот, но то, что в результате появилось на рынке, это не работает, это постоянное зависание, эта анкета обладает огромной ресурсой, емкостью, ее на компьютер пользователя не поставишь. Ошибки с сообщениями в виде вот такого там out of memory, что, собственно, такое out of memory и что с этим делать участникам рынка, непонятно. Значит, ну, разумеется, как бы участники рынка начинают звонить в техподдержку, пытаясь понять, а что же случилось. И тут допущена еще одна ошибка, ну, потому что техподдержка не работает, давайте называть как-то вещи своими именами, ее нет. То есть там есть, я не знаю, там два или сколько-то методистов в Центральном банке, которые что-то понимают, которые там как-то могут отвечать на вопрос. Но количество участников такое со своими вопросами out of memory, да, что люди эти не справляются. Там кураторы же управляющих компаний, там и других участников рынка, они просто про это ничего не знают. То есть это никак не помогает. Сейчас это передано в Тверь. Вот я не знаю, как у других участников рынка, но мы иногда сталкиваемся с ситуацией, что нам не дозвониться по телефону, нам не найти людей, которые отвечают. Наконец-то находится, слава богу, какой-то человек после того, как там не один день иногда дозваниваешься. Значит, более того, вот понимаете, вот все делается с колес. С колес и на колени, вот в данном случае, да. То есть, ну, что это такое? То есть кто-то пробовал писать наверняка в вагоне поезда, да, знает, что это такое. То есть вот, ну, получается каракуль. То есть для этого нужно сначала магистраль было выстроить, да, на которую это можно было бы все нанизать. Но даже вот в Сапсане едешь, и то там, собственно, как бы нестыковки. Но едет неплохо, писать можно. А когда на электричке, да, которая подпрыгивает, наверное, да, то совсем тяжело. Значит, просили делать как можно меньшее количество изменений. В результате, в 2018 году, вот задумайте, за 9 месяцев, 39 недель прошло, мы получили 22 улучшения программного обеспечения и 4 таксономии. Вот на простых примерах давайте, да, потому что, ну, как это, тоже там, абстракции. Что такое 22 улучшения ПО? Вот у всех есть вот мобильные телефоны, да, и у Центробанка тоже, у сотрудников. Вот представьте себе, что мы с вами, там, да, Apple или Samsung нам объявили за год, 22 раза обновил ПО, вот как пользователям. 22 раза. Что, соответственно, мы бы сказали по поводу такого сервиса? Сказали, вы что, достали, вот, ребят, да, то есть хватит обновлять-то нам все. Но в данном случае, как бы, мы все исполняем требования регулятора и обновляемся все вместе. Проблема в том, что, сделав, как бы, эту версию анкеты, да, они встроили туда верификатор, валидатор вот этого, да, отчетности. То есть мы сегодня, как бы, мы же, как бы, можем и по-прежнему отправлять, мне скажут, да, формы отчетности, но отправляйте, как раньше. Но проверочной функции от этого нет. Мы и в прошлом году просили, сделайте проверочный, как бы, этот инструмент, там, для того, чтобы мы проверяли, как бы, что мы отправляем туда. Но также отправишь и не знаешь в результате, если просто формы отчетности. Соответственно, мы проверяем это через версию анкеты. А это значит, что мы должны внедрить все то, что, соответственно, там сделано. Значит, вот на сегодняшний день, чтобы тоже, там, еще другое понимание какое-то, да, вот этих цифр, 490 версий, там, ПО, да, ну, видимо, как спринты, которые там делает центральный банк. Так надо понять, что 490 версий у них, а у нас-то в IT в нашем, это примерно то же самое, каждый раз отрабатывая эти решения. Четыре версии таксономии. Значит, вывешивается проект таксономии. Потом вывешивается апдейт этой версии. А последняя версия окончательная выходит ровно в день сдачи отчетности. Ровно. Объясняю на простых примерах, не абстрактных какой-то сдачи отчетности. Вот здесь вот сидят менеджеры. Вот представьте себе, что вы готовите презентацию для совета директоров, там, для правления. Ну, регулярно же готовим, правильно? Вот в день сдачи отчета правления или совета директоров нам присылают новый формат, говорят, все, переделайте. Это как? Это как возможно вообще в принципе, как бы, ну, вот с таким подходом жить и работать. Значит, соответственно, мы это все сдаем, соответственно, все это начинает, как бы, дорабатываться, возвращаться. Версии таксономии не соответствуют регуляторной, регулированию, как бы, нормативки. С чем работать? То ли нормативку уже реализовывают, то ли, как бы, старую версию таксономии, то ли все это появляется, поменяется. Владимир, а можно вот вопрос? Ну, все равно мы все понимаем, что, я думаю, что очень многие, там, сидящие здесь, сталкиваются, там, ежедневно с этими же проблемами. И я думаю, что, там, и очень много этой информации, также, там, в тот же Банк России доносится. Есть выход, на ваш взгляд, вот, вот мы сейчас уже, вот, в эпоху Эксбориэля живем, да, ну, то есть с этими проблемами сталкиваемся. Ну, как бы, работа с Банком России идет, предписания получаются, ну, как бы, честно скажу, прецедентов наказаний, вот, именно рублем, что называется, я не знаю, вот, ну, вот, со стороны НАФР, может быть, они есть. Но, как бы, есть ли решение, на ваш взгляд, вот в этом вопросе? Да, я понял, я обязательно перейду, то есть я, ну, просто не сделал бы презентацию, если бы предлагал эти решения. Еще буквально, сейчас мы перейдем к этому, я просто к тому, что, вот, опять-таки, сделано, произвучало сегодня, что 90% на предыдущей сессии, да, 90% бюджета уходит на регулирование, что 10% на развитие бизнеса. Ну, у кого-то там плюс-минус, но на самом деле это похоже на правду. То есть ресурс, который сегодня съедает регулирование, он просто гигантский, он огромный. И это вопрос-то зачастую не в том, что, как бы, его не нужно делать, да, но нужно делать, как бы, этот, менять просто сам подход. То есть как внедрили, так я еще, как сказать, говорю, что внедрили-то? Мы на самом деле не внедрили XBRL в том виде, в котором он задумывался. Сегодня с таксономией мы не можем разрабатывать собственное ПО, потому что таксономия, как бы, да, она модифицирована. То есть коды нам центральный банк не отдает, они закрыты. Open source, вот этот вот Арелли, да, он не работает с таксономией, да, потому что таксономия, как бы, она своя, собственная, как бы, центробанковская. Значит, я вот сейчас остановлюсь на одном. Цена вопроса. Вот сколько у нас брокерских компаний сегодня на рынке? Прозвучало 500, да? 500. Управляющих? 234. 734, плюс кто у нас? Пенсионные фонды, значит, 570, плюс страховые компании, еще 130, например, да? Вот 700 участников рынка сегодня уже сдают. Слава Богу, не сдают банки, тут вообще бы все легли. 700, 700 участников. Значит, сколько бюджет внедрения поддержки, ну, на управляющих компаний, на участника рынка, про участника приходится? Ну, вот ваша оценка. Я думаю, что порядка 5 миллионов, похоже на правду, в год. Вот мы потратили за этот год, там, порядка 5. Купили, там, разработали сами, плюс поддержка. 3,5 миллиарда рублей. Вот я не слышал этих цифр никогда, чтобы кто-то делал эту оценку рынка. 3,5 миллиарда рублей. Плюс еще то, что Центробанк со своей стороны потратил. Не спрашиваю даже сколько. А 3,5, 4, ну, похоже, да, вот на такие цифры. Мы накормили рынок, в результате мы не получили ничего с точки зрения, как бы, ну, некого функционала, удобства работы для центрального банка, для участников рынка, для скорости. Что мы, понимаете, какие деньги? И это к вопросу о том, что нужно делать. На самом деле, как бы нужно было делать это, запускать все через науфер, через саморегулируемую организацию. И не делать это с колес, а нужно было потратить на это чуть больше времени, но сделать это нормально. В том числе, как заплатить просто не 4 миллиарда, а в рамках той же СРОН, на самом деле, собрать деньги с участников с тем, чтобы это сделать, а тестировать с тем, чтобы это заработало. Я понимаю, что центральный банк, это все равно, как бы, ну, там будет только свою часть решать. Понимаете, то есть нужно это делать заранее. Вот что нужно было. Я вот попрошу следующую анкету, следующий слайд. То есть это вот пример запроса, да, то есть Банка России по отчетности. У нас сегодня, как бы, помимо всего прочего, произошел разрыв в понимании того, что вот я, как там тот же генеральный директор, да, мои сотрудники, каким образом они могут повлиять на вот это, да. Я получаю там некий запрос от центрального банка. Я должен на него как-то прореагировать. На самом деле, сегодня, кроме IT-специалиста, он прореагирует на него никто не может. Они должны в первую очередь разобраться, да, то есть мы, как бы, потеряли саму суть. Мы вот такое вот теперь получаем. Ну, то есть птичий язык, на котором, как бы, по сути, машинный язык, на котором только можно разговаривать. Ну, я, в общем, думаю, что многие, как бы, приведут еще массу примеров, там, того, как, почему это не работает, да. То есть в результате мы получаем сегодня следующий слайд, пожалуйста. Вот. Значит, у нас, да, похоже? Все. Значит, я угадал, все узнали друг друга. Значит, вот, ну, карикатурист Копейкин, да, или моя любимая, там много лет уже, вот эта металлургия перед компьютерами. Я в жизни не думал, что это когда-то нас коснется. Вот теперь сотрудники управляющей компании, пытаясь разобраться, и вот, мне кажется, вот, там, сотрудник бэк-офиса койти вот этому специалисту, так, ну, слушай, давай, помогай уже, выручай, брат. Да, то есть примерно так это происходит. Мы сами уже ничего не понимаем, да, вот в этом. То есть принципиально поменять подход. Можно следующий слайд. Предложение для Банка России, как это можно сделать? Во-первых, перестать улучшать таксономию анкету, да, дайте как бы вздохнуть вообще. Вот сегодня вывешена на 2019 год новая таксономия. Я сто процентов уверен, что та, которая вывешена, она поменяется еще три раза. И последняя версия к первому января будет 31 декабря вывешена. Вот давайте мы такого не будем допускать. Это нереально. Поставить запрет на любые изменения в анкете и таксономии раз в три месяца. Ну, я вот здесь, конечно, не знаю, здесь вряд ли как бы присутствует большое количество сотрудников Центрального банка, да. Поэтому я обращаюсь к Кириллу, да, поскольку он наш куратор там всеобщий, да, на этом рынке. То есть, пожалуйста, вы там встречаетесь, донесите назабоченность нашу тем, как это, собственно, происходит на самом деле. Вот, готовы встречаться, рассказывать, как бы показывать и доносить это. Хотите что-то внедрить, дайте времени рынку, участникам рынка адаптировать эти изменения. Второе. Ну, продлить мораторий на предписание до нормализации ситуации, а не как сейчас там написано до 1 января 2019 года, да. 1 января, да, это ничего не решится. Следующее. У нас Банк России требует обо все, там, любую публикацию на сайте вплоть до секунд проставлять. До секунд, не только дату. То, когда Банк России меняет на своем сайте, мы должны реально жить там, отслеживая на определенных страницах, когда же там появится что-то новое. Ну, почему нельзя сделать элементарные вещи, да, в сторону профучастников. Там, там, любая публикация, дата и время этой публикации. Сделайте, наконец, рассылку по личным кабинетам, нотификации о том, что, ребята, мы что-то изменили. Ну, помогите таким простым способом. Есть же для этого, у вас регулярные же сообщения нам приходят, но почему не добавить? А почему мы должны жить по несколько дней, проверяя, не появилось ли там что-то новое? Дальше, наконец, перейти на сбор данных, а не форм, и отказываться от этих форм по мере автоматизации каждой формы. Взяли форму, ее разбили на сырые данные, научились это делать, отправили в Банк России. Все, отменили эту форму в отчетности. Дальше, следующую, следующую, следующую. Это все можно сделать. Мы двигаемся потихоньку, тут защиту банка России. Очень медленно двигаемся. Очень медленно двигаемся, и, соответственно, я считаю, что это можно двигаться совершенно по-другому, как бы, и по другим принципам. Если, как бы, уже ничего нельзя сделать, да, вполне возможно, что и такая история, но хотя бы кто-то должен сделать соответствующие выводы на будущее, понять, как работают участники рынка. Аджайл в Центральном банке, работа по современным стандартам, работа с колес, но есть еще и другие участники рынка, которых тоже нужно учитывать, которые должны иметь время на адаптацию изменений. Спасибо большое. Спасибо. Ну вот, наконец-то. Я думал, критики не будет вообще. Заскучал. Ну, во-первых, Владимир, спасибо за такое обстоятельное выступление. Я по аплодисментам понял, что наболело у всех. С одной стороны, мне было легко слушать, потому что тема сбора отчетностей не совсем, наверное, моя епархия. С другой стороны, я не меньше, чем вы, переживаю за ту нагрузку, которая есть у участников рынка. И, безусловно, эта обратная связь, она цена и полезна. Хотелось бы только ее получать, может быть, чуть раньше, то есть не на подобном мероприятии, когда очень сложно сориентироваться в каких-то технических деталях и аспектах. А вот чуть раньше, возможно, обобщив предложения еще и иных участников рынка, можно их передать нам, а можно напрямую нам, мы к диалогу точно готовы. Значит, про большое количество изменений. Ну, вы, наверное, правы, продукты далеки от совершенства. И, по моим ощущениям, вот то количество апдейтов и изменений, которые мы видим, в том числе связано со стремлением доработать какие-то баги, ошибки в уже существующих продуктах. И, по-видимому, с этим еще какое-то время мы с вами будем жить. То, что мы, значит, вернее, то, что вы сказали относительно целесообразности введения, не знаю, EPS, XBRL, сроков и так далее. Ну, коллеги, наверное, есть смысл вспомнить о том, что вся эта работа проходила в том числе в рамках рабочих групп, и была возможность вовлекаться в этот процесс, влиять на него была возможность. Но она и сейчас остается у саморегулируемых организаций принимать участие в этом процессе. Вы слышали, Лариса Константиновна в своей части выступления озвучила информацию о том, что они создали рабочую группу по упрощению отчетности. Я думаю, что после таких предложений мы пойдем точно в этом направлении. Значит, у меня большая просьба поделиться вот той презентацией, которую вы дали. Мы ее посмотрим и с коллегами из Департамента обработки отчетности, приступим к диалогу, вероятно, с участием, как минимум, на упор. И еще раз, коллеги, просьба ко всем не стесняться давать обратную связь. Если вы говорите, что кураторы где-то там не могут ответить на ваши вопросы, да, не могут. На технические вопросы, безусловно, вопросы связаны с IT-поддержкой, конечно же, человек, который занимается надзором, вряд ли ответит в состоянии. С другой стороны, обратная связь от вас, она очень важна с тем, чтобы мы вот эту клиентоориентированность бы повышали банку России. Очень хорошо, так в первой части, по-моему, Роман сказал, да, из ГАЭС относительно того, что очень важный показатель эффективности работы рынка и регулятора – это затраты на внедрение всех изменений, да, которые мы вводим в регулирование. Вот важно, чтобы наша клиентоориентированность тоже повышалась, но здесь обратная связь важна, она должна быть своевременной, и не только, еще раз говорю, в рамках наших мероприятий, хотя это, наверное, очень удобно и можно получить реакцию большого количества участников, но важно ее давать порционно, в моменте, с тем, чтобы мы что-то где-то пытались изменить, были более гибкими. А в целом, да, есть проблематика. Спасибо. Я вот просто добавлю к этому всему, что понятно, что реакция участников рынка важна и так далее, но, по идее, в Банке России тоже как-то должны видеть на статистику той отчетности и успешности ее сдачи, которую они получают. И я вот не знаю, как другие, но у нас, например, были прецеденты, когда мы получали некий документ с Банка России, пример которого продемонстрирована была презентация, где было сказано, что у вас тут типа сдано неправильно. Мы бежим, все перепроверяем, убеждаемся, что сдано правильно, и я делаю из этого вывод, что на стороне Банка России тоже проблема с обработкой этой отчетности, потому что, ну, странно это как-то. Вот в моем понимании, наверное, может быть, сначала как-то вот нажать на паузу, все тестировать со всех сторон, а потом уже запустить в боевом режиме. Мы, этот Рубикон, Рубикон пройден, да, поэтому сейчас понятно, что настраивается все в рабочем режиме, и это будет еще там достаточно длительное время, я говорю, на текущий момент главное настроить все это таким образом и настраивать все это таким образом, чтобы помимо расходов на IT-доработки не пошли расходы на административные штрафы. Ну, простите, конечно, но у нас диалог по отчетности, по формам отчетности и по показателям, которые необходимы Банку России, он ведется, помимо того, что мы рассматриваем дублирующую отчетность, направляем также через нас компании предоставлять информацию в Банк России, и в том числе этот диалог мы как бы и ведем, я думаю, продолжим в рамках пропорционального регулирования деятельности. И тут я бы очень хотела спросить Сергея Шумилу, представителя регионального бизнеса, вообще, как вы вот относитесь к вот этому вопросу, потому что тут сидят представители достаточно крупных участников, которым там пропорциональность, ну, поскольку, скажем честно, да, вероятность того, что они будут подчиняться минимальным требованиям каким-то невелика, но для регионов это важно или не принципиально, и какие для вас точки роста? Спасибо. Спасибо, Катя, добрый день всем. В общем, такая жаркая тут дискуссия возникла по поводу тех тем, которые прозвучали, это отчетность, это переходные ПС, это перспективы рынка. Я хочу сказать, что я оптимист в том плане, что уральский характер, он закаляет, вот, и мы не сдаемся, хотя мы очень маленькие по сравнению с московскими компаниями, вот, и тех возможностей, наверное, с точки зрения розницы у нас нет, вот, но тем не менее мы живы, вот, и пропорциональное регулирование для нас не пустой звук. Это очень серьезная тема, когда регулятор принял на себя роль мегарегулятора, да, мы все надеялись, вот, то, что то регулирование, которое существует в банковской сфере, не будет просто перенесено на управляющие компании, я сейчас от лица управляющих компаний региональных говорю, а будет все-таки каким-то образом, значит, откорректировано, да, и, значит, требования эти будут адаптированы к компаниям, вот. Ну, это, слава богу, случается, вот, и тот процесс, который идет через НАУФОР с нашим участием, потому что те предложения, которые мы даем, они принимаются и обсуждаются, у нас даже были, вот, так сказать, конференция по скайпу, где мы коллективно собрались, обсуждали эти вопросы, и они направлены. Я думаю, что тот проект нормативный акт, который висит сейчас на сайте Банка России, он в большей части все-таки основан вот на этих предложениях, НАУФОР, вот, и я посмотрел, в общем-то, на 90% они все-таки отражены, вот, но хотел бы еще акценты все-таки сделать на очень важных, на мой взгляд, моментах, это то, что касается избыточности регулирования в отношении малых компаний, мы сейчас считаем все-таки по масштабу бизнеса. Вот, это все-таки посмотреть возможность отмены 115 ФЗ в отношении управляющих компаний, в том смысле, что эту функцию выполняют за нас уже банки, поскольку все расчеты безналично, и индифицировать в рамках этого закона клиента, ну, я думаю, что, наверное, нецелесообразно уже. Это дополнительная нагрузка на, достаточно серьезная, на компанию, вот, ко всему прочему еще хочу сказать, что сам, ну, вот, Владимир говорил, что по поводу форм отчетности, XBRL, да, это все сыро, это все недоделано, это, наверное, можно было сделать по-другому, ну, мы правильно прошли рубикон, мы все сдаем так или иначе эту отчетность, получаем какие-то шишки там, значит, исправляем ее, пытаемся комментарии получить от технической поддержки Банка России. Вот, тем не менее, драконовских каких-то мер нет, да, на самом деле административных наказаний нет пока, и об этом мы договаривались на всех публичных мероприятиях с Банком России, что какое-то время, первое время, не знаю, может быть, это год, может, больше этого не будет, поскольку все понимают, что это очень сложный процесс перехода, вот, но все-таки при всем этом, вот, еще раз скажу, что масштаб, вот, например, нашей компании, он, вот, те издержки и те затраты дополнительные, которые мы на себя взяли в прошлом году, в прошлом году, в этом году, да, он существенно оказал влияние на нашу прибыль, да, на маржинальность компании, вот, и мы это очень сильно почувствовали, да, я уже не говорю там про объективные факторы рынка, которые дают не ту доходность, которая, в принципе, планировалась, да, вот, поэтому, ну, я не здесь не плачусь, как бы, не пытаясь там какой-то индивидуальный подход к нам выработать, я к тому, что да, это все есть, это надо принимать, надо это вникать технологически, инфраструктура, она в любом случае должна усовершенствовать, быть усовершенствована и усовершенствоваться, да, какой ценой, конечно, ну, мы все по-разному к этому, да, подойдем и для себя увидим, да, эту цену, вот, но тем не менее конкуренция на рынке, на мой взгляд, она должна присутствовать, это основной из заминирующих факторов, которые позволят развиваться рынку, о том, придет клиент розничный, не придет клиент розничный, ну, наверное, еще раз, тут было уже сказано, что, конечно, крупным компаниям в этом плане лучше, потому что у них есть клиент, да, и тот тренд, который был в этом году, вроде бы, как-то на него рассчитывали, что ставки по депозитам упали и будет некий переток, да, он начался, да, и вот эти цифры показывают, но сейчас пошла обратная картина, к сожалению, и надо придумывать что-то новое, вот, Ирина правильно сказала, надо придумывать какие-то способы интересных, интересные способы продажи, да, паёвки в том числе, поскольку я считаю, что паи, как инструмент рынка коллективных инвестиций, это недооцененный абсолютный инструмент и с точки зрения регулятора, и с точки зрения государства, поскольку вот той налоговой мотивации, которая, например, в отношении облигаций существует, её нет до сих пор, да, а хотя бы она бы дала очень серьёзный толчок, на самом деле, если бы это было применено в отношении инвестиционных паёв, вот, и также, наверное, хотелось бы увидеть движение в направлении гарантированности вложений в паевые инвестиционные фоны, поскольку шлейф, который тянется за паевыми фондами с начала 90-х годов, ну, такой негативный, все, наверное, помнят первые паевые фонды, так называемые, пусть и не чековые были, ещё какие-то, но тот негатив есть, его надо как-то нивелировать, вот, и, на мой взгляд, страхование вложений в паевые инвестиционные фонды, наверное, бы здесь какую-то роль сыграло дополнительную, положительную роль, я имею в виду. Ну, о том, что избыточность существует в дублировании отчётности, это, да, говорили уже, я не буду повторяться, хочется, чтобы скорее, вот, Рис Константинна Грилла прошла унификация этой отчётности и были сокращены те формы, которые дублируют эту отчётность, вот, но при всём при этом, да, то, что касается нормативного, выпуска нормативных актов, подзаконных актов, которые в 156 разъясняют, и самих изменений в 156. Вот, хотелось бы, чтобы было некий, некое большее время для того, чтобы, когда это так принято, например, конкретно, даже чтобы рынок адаптировался, вот, как говорил Владимир, что дайте хотя бы три месяца для того, чтобы сделать это в отношении, например, отчётности, формы отчётности XBL или таксономии, да, вот, тоже касается и других направлений регулирования, да, то есть нужен некий больший срок для того, чтобы к этому адаптировалась компания, и можно было это требование выполнять качественно, вот я об этом говорю. Ну и, как из точек роста, я бы, наверное, всё-таки рассчитывал на индивидуальный пенсионный капитал, который вот таким, такой ложкой мёда в большой бочке дёгтя по повышению пенсионного возраста, наверное, присутствует сейчас, то есть предлагается рынку, да, чтобы в этом участвовали не только пенсионные фонды, а участвовали управляющие компании, вот, это прозвучало в письме на ОФР, там, в конце сентября в Банк России, да, и там, вот я полностью это поддерживаю, потому что конкуренция в данном случае поможет всем участникам рынка в том смысле, что у людей появится, ну, возможность изменить, что ли, модель поведения, то есть патерналистская модель, которая существует в нашем обществе, в российском, о том, что государство должно, значит, оплачивать мою старость, наверное, она должна быть стивилирована в том смысле, что каждый должен отвечать за то время, к которому он уйдёт, да, в том числе и своими решениями, принятыми в отношении того, как ты обеспечишь это время, вот, и поэтому здесь, наверное, индивидуальный подход, который предлагается, он будет уместен, вот, и управляющие компании, мне кажется, здесь могут составить конкуренцию пенсионным фондам. Спасибо. Спасибо большое, коллеги, спасибо большое за участие в панели, я надеюсь, она была интересна, спасибо слушателям, и я так понимаю, что я приглашаю всех пройти пообедать. Спасибо.